Привет, друзья! На этом канале мы изучаем английский язык. А учим мы английский язык потому, что в современном мире знание английского просто необходимо. Но так было далеко не всегда. Было время, когда даже в самой Англии английским языком пренебрегали. На нем разговаривали лишь крестьяне, и он считался языком низших слоев населения. Было это в период нормандского завоевания Англии, которое началось в середине XI века. И вот как интересно писатель Вальтер Скотт в своем историческом романе «Ай Венга» описывает положение языков в обществе в конце XII века. Предупреждаю сразу, язык сложный, но очень красивый. Почитаем и переведем по частям. При дворе и в замках Великой Знати, где перенимали напыщенность и великолепие двора, говорили исключительно на норманно-французском языке. В судах судебные процессы велись на том же языке. Словом, французский был языком чести, рыцарства и даже правосудия. В то время как намного более мужественный и экспрессивный англо-саксонский был заброшен и использовался крестьянами и батраками, не знавшими никакого другого языка. Однако все же необходимость общения между землевладельцами и теми угнетенными, которые землю обрабатывали привели к тому, что постепенно сформировался диалект, составленный из французского и англо-саксонского, при помощи которого они могли понять друг друга. И из этой необходимости постепенно возникла структура современного английского языка, в котором речь победителей и побежденных так удачно смешалась. И которых с тех пор так обогатили заимствование из классических языков и из языков южных народов Европы. Таким образом, французский язык оказал огромное влияние на английский. Самый классический пример, иллюстрирующий этот неоспоримый факт, это разница в названиях животных и названиях мяса, получаемого из этих животных. Например, корова – cow, но говядина – beef, теленок – calf, телятина – veal, овца – sheep, баранина – mutton, свинья – pig, свинина – pork. Слова, называющие животных, обычно имеют англо-саксонское происхождение. Cow – calf – pig – sheep, а названия видов мяса – это слова французского происхождения. Грубо говоря, выращивали животных англо-саксы, а ели их богатые французы. Надеюсь, сегодня вам было интересно послушать про таинственное прошлое английского языка. Если это так, ставьте палец вверх и пишите в комментариях первое слово, которое пришло вам в голову, но на английском языке и как-то связанное с этим видео. Вступайте в нашу группу ВКонтакте и подписывайтесь на мой Инстаграм. Все полезные ссылки в описании под видео. Спасибо за внимание. С вами был Кирилл. Скоро увидимся. Продолжение следует...